Акимы и представители сельских округов рассказали, на что и сколько бюджетных средств планируется потратить в 2017 году в веренных им населенных пунктах. Депутаты, в свою очередь, задали интересующие вопросы. В числе первых выступила глава самого большого сельского населенного пункта Маржан Алшибаева. Депутаты поинтересовались, как решается вопрос по вывозу твердых бытовых отходов в поселке Солнечный. Маржан Кадыровна сообщила, что на ведение порядка благоустройства поселков, в том числе обрезку деревьев и вывоз мусора, планируется осуществлять за счет средств местного самоуправления, которые формируются из шести видов налогов. Следующим отчитался Аким поселка Щедерты. При уточнении в этом году у нас по второй программе выделялись деньги на разработку поездной проведении. Средний ремонт АДК, потом с резервов правительства были выделены 8,5 миллионов рублей. Надо было использоваться, чтобы была работа завершена. Так, у нас следующий год, 7,5 миллионов рублей. Содержание аппарата это 19 миллионов рублей. Организация бесплатного прогноза учащихся в школе оправда 1,6 миллиона рублей. Воспечение дошкольного воспитания статика у нас 57 миллионов 254 тысячи нг. Сонсуальное обслуживание вложено 2 миллиона 525 тысячи нг. Освещение улиц 5 миллионов 924 тысячи нг. Поддержка культурного обслуживания на местном уровне под 10 миллионов 255 тысячи нг. Движение АДК. И обеспечение пенсионированной дорожки 366 тысячи нг. В свете последних событий в соседней России депутаты просили заострить внимание руководителей сел на том, какие меры безопасности предприняты при перевозке детей. Народные избранники поинтересовались, как организован подвоз детей до школ и их транспортировка в Экибастуз для прохождения единого национального тестирования. Мурат Кокожанов ознакомил присутствующих с проектом расходов бюджетных программ на 2017 год в селе имени Алькея Маргулана. По своему мнению Академии 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 Академии, на 2017 год 17 миллионов 272 тысячи нг. Это в том числе в услуге Бориспещения Дельцатакима 12 миллионов 32 тысячи нг. Содержание в статусе 34 г. Технический персонал 10 единиц. Организация в экстренных смешках до 100 потяжелоплодных людей до ближайших организаций здравоохранения. Это разворачиваемая помощь 515 тысяч тенге, в том числе заработная плата водителя, приобретения ГСМ и запчастей. Третье. Оказание социальной помощи нуждающим гражданам на дому. 540 тысяч тенге. Содержание одного соцработника по уходу обслуживающих трех перестаренных объединений, проживающих на дому. Большие ставки. Споров и претензий относительно докладов у депутатов не возникло. Учитывая поздний час, некоторые представители сел сразу же после доклада отправились в свои населенные пункты.